как же связано воздержание и саморазвитие обратите внимание на ваших экранах прямо сейчас вы не видите ни мультики не порнографию не какой-то интересный блокбастер вы видите говорящего амида то есть я с вами говорю это мой монолог я с вами о чем-то вот вам рассказываю и на самом деле это контент про саморазвитие мы здесь улучшаем сами себя у нас такая вот небольшая команда мы хотим стать лучше мы изучаем чакры мы практикуем целебат по крайней мере пытаемся это делать несмотря на то что не всегда успешно это получается нас настигают срывы на чем мы бы давно могли бы выйти из этой темы и просто забить на нее также мы изучаем тему духовности мы познаем сами себя и обмениваемся опытом нашем телеграм-чате кому интересно вступайте ссылочка в описании она приватная но всем добро пожаловать кто хочет вступить и мотивация чтобы саморазвиваться главное здесь твое намерение твое намерение не только воздерживаться ограничивать себя а что-то познавать в этом мире потому что ты из пассивного режима потребителя становишься творцом ты начинаешь что-то создавать в этот мир ты создаешь это даже ограничивая себя в чем-то потому что ограничение это тоже развитие ограничение от порнографии от алкоголя от сигарет не всегда я говорю идеально получается нам это соблюдать но лучше быть воздержанцем который срывается 10 раз в день чем дрочером который срывается стабильно один раз каждый день потому что я вам объясню это пример не самый удачный я согласен я возможно даже перегнул сейчас но воздержанец он не признает сам себя после срыва ему противно от того что он делает он ничего с собой не может поделать у него зависимость ему поган от того что он сделал он чувствует вину чувствует что он привязан к этому дерьму он хочет дофамина ему одиноко я не знаю вы мысли какие-то негативные переполняют но есть своего опыта вам рассказываю а дрочер он смирился то есть ему нормально ну вздрочнул один раз ну второй раз мы каждый день мне комфортно так мне так по кайфу я так живу ему мне нравится спать не трогайте меня не мешайте мне поэтому таких людей ну они нам не мешают то есть саморазвиваться если они не оставляют конечно же негативный комментарий под такими видеороликами говорят что воздержанцы все сектанты в основном не правда больше негативный комментарий мне кажется пишут воздержанцы некоторые из-за того что я не всегда соблюдаю какие-то нормы на то что у меня срывы происходят но это уже отдельная тема для разговора я надеюсь что я смог грамотно донести до вас сегодня основную мысль что саморазвитие на воздержании возможно потому что во первых мы ограничиваем себя от быстрого кайфа и быстрого удовольствия даже пища в том числе во вторых мы познаем новую информацию нам интересна духовность нам интересны чакры нам интересно самопознание нам интересно психология та же самая развития в социуме интересно и про психологию запишу следующее видео вам главное напишите поточнее комментариях что вам интересно узнать насчет этого я с радостью начну творить то есть мы с вами здесь занимаемся созданием созиданием и даже твой один день воздержания для твоего организма для твоей психики это уже созидание мой дорогой друг даже пару часов мне кажется потому что ну ты сознательно ты бы мог это сделать вот этого не делаешь понимаешь вот это есть проявление твоей силы хотя когда ты проявляешь свою слабость и становишься тоже сильнее потому что ты не можешь быть идеальным с первого раза когда вот все я с первого захода на телебат набрал 100 дней у меня все обалденно и все я типа машина нет у тебя будут сыры у тебя будут падения и ты будешь становиться все лучше и лучше с каждым днем спасибо за то что посмотрел этот короткий мой монолог до конца если он был тебе интересен с тебя лайк и комментарий а я с тобой прощаюсь удачи мой дорогой друг и не дрочи по крайней мере давай постараемся сделать это вместе пройти этот наш нелегкий путь недрачабельный и всех с ноуфа